Антон Павлович Чехов. Скверная история. Нечто романообразное. Дел завязался еще зимой. Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах – кортеж, в буфете – выпивка, в читальне – отчаянные объяснения в любви. Леля Ословская. Кругленькая розовенькая блондинка с большими голубыми глазами, с длиннейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте. Назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней более чем по-свински. Последние два года, в особенности поведения, их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того, идет к Аналии мимо и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если взглянет какое-нибудь как-нибудь нечаянное, невзначая, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный растягай или поросенка. А между тем, в былые годы, и это каждый вечер, каждый балл злилась, Леля, кусая губы, я знаю, почему они не замечают меня. Я знаю, они мстят. Они мстят мне за то, что я их презираю. Но когда же, наконец, замуж? Ну, разве так выйдешь замуж? Время не ждет, ведь не ждет. Негодяи вы эдакие. В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик набрыдлов, вместо того, чтобы плясать с нею обещанную третью кадриль, напился, как стелька, пьян, и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла. Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали, слезы готовы были брызнуть. Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и... О, чудный миг! Это ты! У одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображала из себя картину умилительную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была шик. Шик! Глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов, лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь. Боже, подумала Леля, хоть бы кто-нибудь догадался его представить. Что значит свежий мужчина? Сейчас заметил! Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам. Хочет познакомиться. Просит, чтобы представили, подумала, захлебываясь Леля. И подлинно! Минуток через десять актерик-любитель с бритой шалопайской физиономией внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался нашим, до чертиков талантливым художником, Ноктевым. Ноктев, юноша лет двадцать четырех, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, испаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо западок, перчатки для локтей и неимоверно высокие каблуки. Милый, малый, добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост! Он не смело пожал Лелину руку, не смело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он не скоро и не смело. Леля тарахтела, а он говорил только... Да, нет, я, знаете ли, говорил чуть дыша, отвечая не в попад, и то и дело в смущении, почусывая свой, а не Лелин, левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился и торжествовала. На другой день после бала Леля сидела в своей комнате у окна и торжествуя глядел на улицу. По улице перед ее окнами взад и вперед блуждал Ноктев. Ноктев блуждал и запускал глазинапа на ее окна. Он глядел точно помирать собирался, грустно, томно, нежно, огненно. На третий день то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. Ноктев убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик. На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лельных родителей с визитом. Знакомство затянулось с гаурдиевым узлом, связалось до невозможности развязать. Недели через четыре был опять бал. Зари начало. Ноктев стоял у дверей, опершись плечами о косяк и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так чуть-чуть на первом взводе. К Ноктеву боком подошел ее папа. — Вы рисуетесь? — спросил папа. — Художеством занимаетесь? — Да. — Так хорошее дело. Дай бог, дай бог. Бог талант, значит, такой послал. Так, ну, всякого, свой талант. Папа помолчал и продолжал. А вот вы, молодой человек, знаете ли, что вы сделаете, коли вы того все рисуете? Вы весной к нам пожалуете, в деревню. Призанимательные места там есть. Виды, я вам скажу, страсть. Рахваели таких не доводилось рисовать. А очень будем рады. Да и дочка с вами так сдружилась. Молодые люди, молодые люди. Художник поклонился и 1 мая сего года вместе со своими пожитками покатил в имение Ословских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями, с самыми распростертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух халуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением и, как нельзя лучше, ужасно много ел, много пил, много спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лёли. Лёля была более чем счастлива. Ей он был близок, был молод, хорош, был так робок, так любил. Он был так робок, что не умел подходить к ней и глядел на нее все больше издалека, из-за портьеры или из-за кустика. Робкая любовь, думала Лёля, вздыхая. В одно прекрасное утро ее папа и Ноктев сидели в саду на скамье и беседовали. Папа прохаживался насчет прелести семейного счастья, а Ноктев терпеливо вынимал и глазами искал Лёляного торса. «Вы у отца один сын?» – спросил, между прочим, папа. «Нет, у меня есть брат Иван, славный, малый, прелечный человек. Вы не знакомы с ним?» «Не имею чести». «Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек, литературой занимается. Все редакции его приглашают, в шуте сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Вообще, он рад бы был познакомиться. Вот что. А хотите, я напишу, чтобы он сюда приехал? А? Ну, ей-богу, веселее будет. Значит, сердце папа от этого предложения точно дверью прищемило. Ну, нечего делать. Нужно было сказать, очень рад. Ноктев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно писал брату приглашение. А брат Иван не замедлил явиться. А явился он не один, а вкупе со своим другом, поручиком Набрыдловым и огромнейшим беззубым старым псом-туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали. И выпить было с кем? Им отведены были три комнаты, два халуи и одна лошадь на двоих. Вы, господа, сказал Иван хозяевам, не беспокойтесь о нас. Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перим, ни соусов, ни портопиантов. Ничего не нужно. Не, а вот ежели помилоседствовать насчет пивка и водочки, ну, тогда другое дело. В общем, если вы вообразите себя огромнейшего, 30-летнего, мордатого малого в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и галстуком в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек. Когда он был тресв, он был еще сносен, на кровати лежал и молчал, а пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьял, он говорил, не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни в женском, ни в детском присутствии. Говорит он о в шах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем более новых у него не водится. Папа, маман и Люля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал остыть. К несчастью, во все свое пребывание в имении Ословских ему ни разу не удавалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький, куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана. Мы с ним, не художники, говорил. Ну, куды нам, мы, мужики. Ивана набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Лёле то и дело приходилось в саду наталкиваться навалявшегося под деревом и в дизобелье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно а-ля сыр в масле кататься. — Послушай, ты, — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лёли. — Ну, ежели ты за ней, ну, ну, чёрт с тобой, ну, мы не тронем, мы, ты ж первый начал, тебе и книги в руки. — Честь и место, мы благородно не желаем успеха. — Отбивать не станем, не, — подтвердил Набрыдлова. — Был бы свинством с нашей стороны. Ноксев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лёлю. Вообще, когда надоедает тишина, хочется бури. Когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Лёле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь — это басни для соловья. К великой досаде в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданное. Попа денно и ношно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не былились ещё в определённую форму. Лёля заставляла художника по целым дням удить самую рыбу. Но и это не помогло. Он стоял возле неё с удочкой, молчал, заикался, пожирал её глазами. И только ни одного сладко-ужасного слова, ни одного признания. «Называй меня, — однажды сказал он, — папа, называй меня, — ты извини, что я говорю тебе, — ты, но я любя, знаешь, называй меня папой. Вот это я люблю». Художник стал сдуру величать папа папой. Но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на боков за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. И в ванной набрыдлов скоро подметили тактику Ноктева. «Черт тебя знает, — возоптали они, — ну, сам сен не жрёшь и другим не даёшь. Ну, какая ты скотина! Трескай же дубкой, кусок сам тебе в рот лезет. Ну, не хочешь, так мы возьмём то-то». Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределённость отношений художника с Лёлей. Развязка романа произошла в середине июня. Был тихий вечер, в воздухе пахло, Соловей пел во всю Ивановскую, Деревья шептались, В воздухе, выражаясь длинным языком Российских билетристов, Висела нега. Луна, разумеется, тоже была. Для плаванты райской поэзии Не хватало только господина Фета, Который, стоя за густом, Во всеуслышание читал бы Свои пленительные стихи. Лёля сидела на скамье, Кутаясь в шаль, И задумчиво глядела сквозь деревья на речку. Неужели я так неприступно думала она, И воображение её представилась она сама, Величественная, гордая, надменная. Размышления её прервал подошедший папа. Ну, что? Спросил папа. Всё тоже? Тоже? Да, чёрт, ну когда же всё это кончится? Ведь мне, матушка, Прокормить этих лодори дорого стоит, А пятьсот в месяц, не шутка. На одного пса три гривенника в день На печёнку сходит, а? Корисоваться так сваться, А нет, так к чёрту с этим с братцем и с псом. Ну, что же он говорит, по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся? Нет. Он, папа, такой застенчивый. Ну, застенчивый, ну, застенчивый. Ну, знаем мы эту застенчивость. Глаза отводит. Подожди, я его сейчас сюда пришлю. Вот покончи с ним, матушка. Нечего церемониться, пора. Изволь-ка, матушка того. Не молоденькая. Фокуса, небось, тебя уже знаешь? Папа исчез, И минут через десять, Робко пробираясь кустами сирени, Показался художник. Вы меня звали? Спросил он Лёлю. Звала. Подойдите сюда. Полно вам меня бегать. Садитесь. Художник тихонечко подошёл к Лёле и тихонько сел на краешек скамьи. О, какой он хорошенький в темноте, подумала Лёля. И, обратясь к нему, сказала. Вот расскажите что-нибудь. Ну, отчего вы такой скрытный, Фёдор Пантелеич? Ну, отчего вы всё молчите? Отчего вы никогда не откроете передо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право. Ну, можно подумать, что мы с вами не друзья. Ну, начинайте же говорить. Начинайте. Художник откажется, прерывисто вздохнув, и сказал. Вы знаете, мне вам нужно очень сказать многое, очень, очень многое. Ну, в чём же дело стало? Ну, я боюсь, чтобы вы не обиделись, Лена Тимофеевна. Вы не обидитесь? Лёля захихикала. Вот настала минута, подумала она, как дрожит, как он дрожит. Поймался голубчик. У Лёли самой вздреслись подшилки. Её хватило столь любезный каждому армонисту трепет. Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы. Ой, замечтала она, и чтобы подлить масло в огонь своим обнажённым горячим локтем, коснулась художника. Ну, в чём же дело, спросила она. Я не такая недотрога, как вы думаете. Ну, говорите же. Скорей. Видите ли, я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество, ну, искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня таланты, что из меня выйдет неплохой художник. О, ну, это, наверное, ну, да. Так вот, люблю я своё искусство, значит. Ну, я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна, искусство. Искусство, знаете ли, ну, чудная ночь. Да, 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 редкая ночь, сказала Люля, извиваясь с змеёй, съёжилась в шалис и полузакрыла глаза. Вот молодцы женщины. Вот по части амурных деталей вот страсть, какие они молодцы. Я, знаете ли, продолжала ногти, фломая свои белые пальцы. Вот давно уже собирался поговорить с вами, вот да всё вот боялся, думал, что вы рассердитесь. Ну, вы же, если поймёте меня, то вот не рассердитесь. Вы же тоже любите искусство. Ну, 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 да, конечно. Ну, как же, искусство ведь, Елена Тимофеевна, вы знаете, зачем я здесь? Вы не можете догадаться? Ну, мне всё это он говорит, подумала Лёля, и спрятала в шаль свои локти. Я не похож на тех, для меня женщина святыня, так что вам бояться нечего. Я не такой, я такой, знаете, ну, я не позволю себе чепуху делать. Елена Тимофеевна, вы позволите, вот да выслушайте, ей Богу, но ведь искусство, потому что я не для себя, я для искусства. У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов. Ногтих схватил её за руку. Она поддалась чуточку в его сторону. Елена Тимофеевна, ангел мой, счастье моё, ну, ну, можно вас попросить? Лёль захихикала, губы её уже сложились для первого поцелуя, можно вас попросить, я умоляю, но ей Богу, для искусства, вы мне так понравились, так понравились, вы та, которую мне именно и нужно, вот к чёрту других, Елена Тимофеевна, друг мой, будьте моей, Лёля вытянулась, готовая пасть в объятия, сердце её застучало, будьте моей, художник схватил её за другую руку, она покорно склонила головку на его плечо, слёзы счастья блеснули на её ресницах, дорогая моя, будьте моей наторщицей. Лёля подняла голову, что? Будьте моей наторщицей, Лёля поднялась, как, кем, наторщицей, будьте, только-то, вы меня премного обяжете, вы дадите мне возможность написать картину, и какую картину, Лёля побледнела. Слёзы любви вдруг обратились, слёзы отчаяния, злобы и других нехороших чувств. Так вот, что, проговорила она, тряся всем телом, бедный художник. Ярко-красная зарево окрасила одну из его белых щёк, когда звуки звонской пощечины понеслись, смешаясь с собственным эхом по тёмному саду. Ногтев почесал щёку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную. Из глаз посыпались молнии. Лёля, трепещущая, бледная, как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперёд, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись силами, она неверной и больной походкой направилась к дому. Ноги её подгибались. Из глаз сыпались искры. Руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться вон её. До дома оставалось только несколько сажен, когда ей ещё раз пришлось побледнеть. На её пути, около беседки, убитый диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный, мордастый Иван, непричесанный, состёгнутой жилеткой. Он глядел в Лёле на лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским ха-ха. Он схватил Лёлю за руку. «Падите прочь!» – прошипела Лёля и отдёрнула руку. Скверная история. Лёвка –